В марте 2018 года на турнире «Битва на Волге» Емельяненко противостоял польский тяжелец Шимон Байер. К тому моменту он одержал 17 побед в 24 боях, выступая в таких промоушенах, как КСВ, Райзен и ProFC. По словам поляка, он очень серьезно готовился к этому поединку и собирался показать на ринге все свое мастерство. В свою очередь Александр, который подходил к этому бою с двумя подряд быстрыми победами нокаутом, пожелал сопернику как можно дольше простоять на ногах и сразу не падать. Друзья, как вы уже заметили, турниры М1 богаты на самые невероятные сходы. Зрелищные поединки и жесткие нокауты. Мы собрали для вас лучшие бои в нашей 23-летней истории. Поэтому, чтобы не пропустить очередной шедевр из мира ММА, обязательно подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик, чтобы быть в курсе всех обновлений. И так, дамы и господа на трибунах, миллионы фанатов смешанных боев во всем мире, в прямом эфире, из ладо-арены города Таняти, Главный бой вечера, битва на Фолке! Дамы и господа, дамы и господа, дамы и господа, и большие и милые фанаты, которые нас ждут в мире, живо из ладо-арены Таняти, Баттл-о-Фолке! А-а-а! Призглавляю вам, соберник! Едерый бойца в красном углу! Introducing to you first, fighting over the right corner! Ему 29 лет, рост 185 см, вес 109 кг ромба. He's 29 years old, he stands 185 см, official weight 189 кг, 7. Профессиональный репорт, 17 побед, 7 поражений, 5 побед нокаут. Дамы и господа, он поезд с таких промоушенов, как Ризин КСВ, ПРО-ФС, профессиональный лидер ММА. Дамы и господа, он партисмент в наших промоушенах, Ризин ФС, КСВ, ПРО-ФС и профессиональный лидер ММА. Репрезентный спектакльный шешов, Паулат Хирис, Шимон Бай! И здесь, Паулат, фаригатором двухкорнер. Байцов 36 лет, рост 193 см, вес 116 кг ромба. He's 36 years old, his tennis 193 кг ромба, official weight 167 кг ромба. Профессиональный рекорд, 25 побед, 7 поражений, 18 побед нодержимы нокаут. He's professional record, 25 victories, 7 losses, 18 wins coming, чемпион Европы и чемпион России по боевому самбо, чемпион Тро-ФС в тяжелом мезе. Лейтен Чэнбо, he's champion of the world, multiple winner and Russian champion, human champion in combat, самбо. Лейтен Чэнбо, Тро-ФС в тяжелом мезе. Лейтен Чэнбо, встречатель, рожденный в Старом Осколе, представляющий бойцовский клуб Ахмад Крозный Россия, Александр Ефель Керинка! Курал! Айцин сингер «Маг planes деледом», парам 버 1 наише, руки пожарным чэкамests. Ура! Тро-ФС! Ну что, поехали. Первый раунд Александра Емельяненко, Шимон Байер. Битва на Волге 3. Первое впечатление. Очень легок на ногах Александр. Он стреляет острым джебом. Достал поляк левым сбоку. Ну, вы знаете, хотел бы дополнить к тому, о чем вы говорили, по поводу той же активности Александра в социальных сетях. Очень много он выкладывает постов в Инстаграм, где рассказывает о своем тренировочном процессе. И тренировки у него действительно очень разноплановые, очень интенсивные. И, собственно говоря, на этот бой Александр, как сам рассказывал, вышел для того, чтобы вот эту самую великолепную набранную форму использовать как можно чаще и не застаиваться. Нередко, кстати, Александр прямые эфиры включает и общается с фанатами, где все по полочкам разъясняет, что и как он намерен делать дальше в своей карьере. Ну, и фактически живет в спортзале в последнее время. Поддавливает Александра Емельяненко. Все мы знаем, как он хорош на руках. Вот, видимо, готовит что-то в такой своей классической раздергивающей манере. Опасается немного польский боец, безусловно, ударной мощи Александра Емельяненко. Но, тем не менее, вот наподобие раненого зверя бросается такими истеричными атаками. И Александру стоит все-таки, наверное, руки держать повыше. Ну, или же, если он уверен в своей реакции, просто быть повнимательнее, чтобы не пропускать лишних ударов. Вес, не хочется произносить банальности, но вот не удержусь, произнесу. Вес тяжелый. Любой точный удар может стать последним в поединке. Попадает джебом Александр. Продолжает дергать. Но поляк настроен подраться все-таки. Он и заявлял о том, что хотел бы устроить с Александром настоящую рубку. Ну, вот пока что первый раунд. И постепенно входят во вкус бойцы. Ну, в большей степени это касается Александра. Хорошо снизу попадает Саша. Ну, и продолжает так играючи дергать. Кстати, стоит заметить, что для Александра, несмотря на то, что он уже успел два боя провести. Раз, два. Это бой первый в году. И вот сейчас он близок к тому, чтобы финишировать несрочно. Есть третья победа подряд. Жесточайшая двойка. Прошу прощения, да. Жесточайшую двойку садил Александр в голову своего соперника. Ну, и на добивании, конечно, уже не оставил поляку никаких шансов. Действительно, Вадим, вы абсолютно правы. Третья досрочная победа после возобновления карьеры. Ну, и вот катком по своим соперникам. Двигается Александр Емельяненко. И обратите внимание, Вадим, даже на замедленном повторе. Вот разница между касанием левой и правой на просто минимальной. Это была очень быстрая двойка. И каждый из этих ударов был не паутирующим. На фантастической скорости пробил эту комбинацию Александр. Ну, что ж, наше поздравление Александру Емельяненко, бойцовскому клубу «Ахмат», который сейчас представляет Александр. Сверхуверенная победа. Очень быстрая. И пока что, после того, как Александр возобновил свою спортивную карьеру дольше первого раунда, никому не удается с ним продержаться. Неплохая традиция, да, Вадим? Да. И пусть она будет проходить как можно дольше. Ну, и выражаем вместе с Александром всяческое уважение к Шимону Байру за то, что вышел на этот поединок. Принял вызов. Да, ну и продолжая от традиции Александра Емельяненко, неоднократно декларировал он свое намерение драться исключительно с зарубежными бойцами. Поединки на внутрироссийской арене. Я имею в виду, на поединке против Саджи, что Александру неинтересно. В последней остановке боя три минуты ровно первого раунда. Лейнзи Чарман. Победу нокаутом одержал your winner by knockout victory Александр Емельяненко. Ну что ж, дальше больше. Победителю. Спасибо всем, кто пришел поддержать сегодня бои. Спасибо вам, что смотрите. Сегодня в этих перчатках я проголосовал за Владимира Владимировича на ринге. Путин наш президент. Спасибо большое Ранзану Ахматовичу за поддержку. Эта победа защитена на клуб Ахмад. Ахмад, сила!